всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас воскресенье 3 26 я выезжаю на работу во время как сказать без задержек всего 13 градусов поле вчера было нормально солнечная но прохладная прохладная погода вот но уже барометр показывал дочь на сегодня ночью он начал немножко моросить с туманом со всеми делами и короче вот утром еще как бы то шел сильнее то слабее а сейчас просто холодно ветер 13 градусов это очень прохладно вот ну а я гонюсь на заправку и маленькое видео как раз в тему поездки или поездка в тему вопроса в общем одна из наших подписчиков зовут и анна спросила в instagram написала мне в личку и и вопрос волнует цена вопроса на бензин вопрос цена короче сколько стоит бензин в калифорнии а вот и дальше или вначале там она пишет что вот они сейчас в состоянии переезда выбирают штат им нравится калифорния но их пугает цена на бензин вот ну ответ будет многосторонние интересные я думаю многим полезны буду стараться связать все в одно целое ну как получится так получится в общем потому что ну все будет касаться бензина но из многих составляющих значит хочется сказать сразу как сказал мой друг не бывает больших цен бывают маленькие зарплаты сказал хорошо касается калифорнии да в калифорнии конечно в принципе все цены немножечко выше чем в других штатах но очень даже немножечко калифорния дорогой штат в плане недвижимости я не буду говорить за всю калифорнию я буду говорить только за ту часть где мы живем где я езжу где я знаю калифорния очень большая вот и даже если отъехать от нас скажем так на миль 100 120 вот например в ту сторону куда мы ездим отдыхать там недвижимость совсем скажем не дорогая и она там стоит не дороже чем например рассказывает рома из блога толстяка вот можно купить дом и за 200 и за 300 тысяч вот при желании можно купить за 100 но это будет или маленький такой или под убитеньки но средняя цена скажем так 250 350 тысяч и это нормально и это в калифорнии но это совсем другое место в общем об этом я попозже запишу другое видео поэтому подписывайтесь на канал не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропустить уведомления вот а значит а бензин там стоит бензин там стоит также как и у нас например вот тут где мы живем да хотя если например заехать в лос-анджелес то бензин будет дороже на 50 центов а то и на доллар за галлон что в принципе конечно существенно но опять же смотря с какой точки зрения рассматривать как мой друг сказал про зарплаты что не бывает дорогих цен бывают маленькие зарплаты то в общем где-то с ним можно согласиться он получает на старте скажем так стандартная зарплата у него 35 долларов плюс всякие повышающие коэффициенты а если вдруг он овертайм работает то это получается уже за 50 долларов а это если праздничные дни то там ближе к соточке вот то в принципе ему хорошо так говорить вот когда вы приезжаете вы будете начинать получать с минималки и какой-то зарплате надо потихонечку будет расти то это конечно поговорка работать не будет но все равно будет вот и все равно бензин не такой страшный опять же когда мы приехали я мы стояли перед выбором машины я хотел покупать сразу какую-нибудь маленькую такую там какую-нибудь экономные бла-бла-бла он говорит не парься пойдешь на работу и бензин для тебя перестанет вообще как расходная статья существовать вот ну в общем то я его послушал взял минивэн о котором скажем так ну не то чтобы мечтал в беларуси но мне он нравился вот он рекомендовал брать джип но я как-то джипу не очень так душа лежала именно в тот момент потому что свое время в беларуси я покатался у меня был опыт вот и я и нам хотелось минивэн вот мы его купили и действительно как только я вышел на работу в общем бензин это ну не та статья расходов как и еда это не та статья расходов о которой ты запариваешься и одежда вот и значит вот она спрашивает сколько в месяц мы тратим на бензин какая часть бюджета там у нас уходит какая сумма и что почем какой хоккей с мячом понимаете но вот я вам скажу что мы тратим тысячу на бензин ну например там могу сказать от 500 долларов до 1000 это вам ни о чем не скажет нельзя наш бензин мерить на вас хоть вы пишете что у вас два ребенка тому что есть вы предполагаете что вам обоим надо будет ездить на работу детей возить в школу и в садик вот вопрос где вы будете работать как далеко от дома будете работать как далеко школа будет может быть автобус вас будет забирать то есть тут вариантов очень много вот и опять же нельзя сравнивать со мной потому что я работаю убер лифт у меня бензин тут в трубу уходит мама не горюй как вы видите я как еду в лог записывать то я либо на заправку либо заправки не могли бы мимо заправки вот то есть как бы у нас бензинчик так нормальненько уходит вот ну и что касается цены цена у нас сегодня на бензин на костка я заправляюсь постоянно по карточке костка это очень выгодно пока не съездишь 7000 долларов за год тебе падает 4 процента скидка на каждый на сумму вот и поэтому возврат и каждый месяц от костка приходят очень хорошие но вернее они не каждый месяц приходит они нам приходят раз в квартал вот сейчас придет чек на сто семьдесят восемьдесят восемьдесят семь долларов это очень хорошая сумма за квартал набежала вот попозже я об этом тоже буду рассказывать почему на костка как на костка что почему вы хей с мечом подписываемся на канал не забываем поставить колокольчик в общем эту мантру вы уже должны заучить и как только видите меня на экране сразу опа проверили подписан ли человек стоит ли колокольчик чтобы не пропустить новые видео у нас вообще интересная тенденция на канале за последний месяц должен даже больше месяца вот скажем с нового года у нас вообще такой цирк цифра подписчиков зависла в районе 3480 причем она периодически доходит до 92 95 на эти выходные она упала на 479 то есть человек подписывается кто-то отписывается кто-то подписывается кто-то отписывается короче у нас в неделю идет 10-15 человек подписывается 10-15 человек отписывается я не знаю там почему мы так не нравимся или чего не находят люди на нашем канале ну в общем мы как бы и не собираемся никому понравится Мы просто делимся информацией Почему такой движ? Не понимаю Ну, суть не в этом Чтоб не пропустить новое видео Не забудьте подписаться Вот, так Пока рекламировал сам себя Забыл о чем рассказывал Так, так, так Потерял же ход мысли Ёшкин кот Так вот, ну короче Бензин сегодня стоит на Костко 3 доллара 10 центов Рядом на соседних заправках Он поднимается до 3.50 И как я сказал, если уехать в Лос-Анджелес То там можно по 4 заправиться В Беверли-Хиллз там вообще Чуть ли не по 5 долларов Вот И поэтому я не знаю в какую часть Калифорнии Вы попадете, например Это большой город, это пригород Это какой-то маленький городок В общем цена бензина тоже от этого будет Немножко зависеть Но Вы получаете какие-то другие Плюсы и минусы жизни в Калифорнии Поэтому выбирать штат по цене бензина Ну Не совсем логично Мы когда переезжали Ну это на мой субъективный взгляд Мы когда переезжали Мы тоже, конечно, делали оценку стоимости Но мы больше как-то были зациклены на продуктах Я вам скажу Вообще мы в принципе собирались Монуфекчер Хом покупать У нас хватало денег Потому что мы продавали в Беларуси Дом и думали, что купим Но как оказалось Мы смотрели цены в одних регионах В одной Калифорнии И потом Когда от регионов отказались А когда приехали Это все тоже немножко по-другому получилось Но самое главное На что мы ориентировались Это на продукты На продукты, видимо, потому Что в Беларуси продукты составляют Там, я не знаю 99% Семейного бюджета Что ли, елки-палки Вот И когда мы увидели Что в Калифорнии продукты стоят Так же, как в Беларуси Мы решили, что в общем-то Если мы там выживали То и тут выжим Вот И да Поэтому вы, конечно, правильно делаете Но все-таки выбирайте тот штат Который вам нравится Вот кому-то нравится 4 сезона, например Кто-то хочет зиму Кто-то хочет пожарче Там в Майами уезжает У нас уже было где-то видео Оно называлось, скажем так Не выбор штата Но мы рассказывали Почему мы приехали в Калифорнию Я думаю, что В ближайшее время Я запишу Видео Типа там Как выбрать штат Или Как мы выбирали штат Потому что Ну нельзя посоветовать Как выбрать Каждый должен сделать свой выбор По каким-то параметрам Поэтому не записать Не забудьте подписаться Чтобы не пропустить видео О том, как выбрать правильный штат Мы выбрали Путем долгих Каких-то Аналитических Умозаключений Калифорнию И в общем Сразу мы ее не взяли Потому что С одной стороны Все говорит за то Что Калифорния Лучший штат В Америке И место для жизни В мире А с другой стороны Все говорит о том Что в Калифорнии Все дорого Что это Дорогой штат И не надо туда соваться И в общем-то Вот мы всунулись И тут Слава Богу Я очень счастлив и доволен Мы не хотели штат С четырьмя сезонами года Потому что Мы не хотели зимы Вот Хотя дети Немножко по снегу Как-то вот подсоскучились Но В двух часах езды Скажем так У нас есть снег Он доступен Вот Просто скажем так Пока не хватает времени И у нас Какие-то поездки Распланированы Запланированы Мы едем туда В следующем году Вот А так Мы очень счастливы Потому что Здесь постоянно Тепло Если не считать Только сегодняшний Хмурый день Вот Когда я смотрю Каких-то блогеров Других Которые ездят Вот в зимних штатах Я просто думаю Ёлки-палки Как я в Беларуси Ездил по этим Нечистенным Нечищенным Дорогам По этому льду По соли По этой каше Я уже не представляю Понимаете Я понимаю Некоторых американцев Которые не умеют По снегу ездить Потому что Ну А где они научатся Вот Для многих Это дичь Несусветная И поэтому Я счастлив Что нам не надо Ездить по таким Дорогам Вот даже Если они и чищенные Но все равно Снеженные Такие Заснеженные Поэтому Вы конечно Правильно Она делаете Что Ориентируетесь На цены Анализируете Но вы выбирайте Штат Тот Который вам нравится Я надеюсь Что вы переедете Что вы найдете Работу Все у вас будет хорошо И как говорил Мой друг Бензин Это не та статья Расходов На которую надо Ориентироваться Или которой надо Бояться Вот Потому что Как вы видите Все американцы Ездят на больших машинах Все они Этот бензин Кушают Можно сказать Это утилизаторы Бензина Всякие вот такие И SUV Большие траки И прочая Техника Ну тем не менее Ездят И хорошо Ездят Вот Ну и что я хочу Еще например Сказать В этом влоде Да Очень много Как я сказал Мыслей Много Они со всех сторон Поджимают Вот Смотрим Блог Поляк Из Союза Я думаю Многие Виктора Знаете Мы с ним Встречались У нас С ним Была Коллаборация На нашем Канале Вот Иногда Смотрим Дневник Беларуса Он Занимается Тем же Чем и занимался Виктор Только сейчас Виктор Ездит на Пикап Трате А Дневник Беларуса Все еще На Бокстере На этом На автобусике Кого-то А Сергей Сергей Да Теска Мой Я Американец Он тоже Ездит На Пикап Трате Получается Вот эти Ребята Они работают И они Часто Очень Говорят Что Да В Калифорнии Очень дорогой Бензин Что Это Жутко Неудобно И прочие Дела Но С одной Стороны Их Понять Конечно Можно Их Работа Так же Как и Моя Зависит От Вернее Их Работа Связана С Расходом Бензина И их Доход Зависит От Того Косвенно Сколько Они Потратят На Бензин То Есть Ты Заправился По 4 Доллара Это Хорошо А Если Ты Заправился По Два То Это Вообще Классно Вот Ну Как Вы Видите Я Работаю Убер Лифт Нормально Я Заправляю Бензин По Тем Ценам Которые Есть В Калифорнии И Слава Богу Живы Здоровы Как Говорится И Хватает Денег На Бензин Потому Что Это Расходный Материал Это Как И Машина Как И Покрышки Как И Масло Заправился Дешевле Хорошо Заправился Дороже Хуже Это Конечно Не Интересно Последнее Время Вот Еще Скажем 2-3 Месяца Назад У нас Бензин Был Даже По 3 70 Я Заправлял В Самых Дешевых Местах Конечно Это Кусало Блин Сейчас Он Упал Больше Чем На Пол Доллара И Это Радует А Когда Мы Приехали Вообще Он Был По 2 70 Там Я Заправлялся Если Не Дешевле И Сейчас Я Вспоминаю Это Вообще Как Как Сон Вот Ну Что Делать Да Что Дорожает Что Дешевеет Так Вот Эти Ребята Тоже Говорят Что Да В Калифорнии Дорогой Бензин Но Получается Если Ты Что Выбираешь Что За Что Где То Ты Что Получаешь Где То Что Ты Теряешь Надо Сопоставлять Или Ты Хочешь Жить Там Я Не Знаю В Миннесоте Например Где Там Где Там Где Снег Там Как Зима Холодная Или Вот Как Рома Блок Толстяка У них Там Дождь Постоянно Две Третьих Года Мы Хотели Солнце Хотели Тепла Хотели Сухого Тепла Мы Не Хотели Влажности Поэтому Мы Не Выбирали Там Флориду Майами И Прочие Дела Где Очень Влажно Душно И Тяжело Дышать Вот И Да И Поэтому Получается Ты Получаешь Какие Это Благо От Природы В данной Ситуации Но Ты Платишь За Это Бензином С Другой Стороны Если Ты Хочешь Четыре Сезона Ты Уезжаешь В штат Где Зима И Возможно Там Получаешь Дешевый Бензин И Вообще Все Хорошо Поэтому Ну Как-то Это Вот Выбор Надо Так Делать А Еще Дневник Белоруса Рассказывал Там Вот Недавно У него Влог Был С Каким То Парнем Он Встречался Такой Парень Рукастый Молодец Он Многое Сам Там Делает У себя В автобусе Но Он За Собой Возит Канистру С Бензином Чтобы Говорит Когда Я Приеду В Калифорнию Чтобы Там Не Заправляться Но Ёлки Палки Это Похоже На То Как Мы В Беларуси Заправляли Бензин Когда Знали Что Горюнь Его Канистра Это В Калифорнии Совсем Не Спасет Учитывая Что Каждый Килограмм Веса Добавляет Расход Машине Так Он Еще Может Быть Дешевый Бензин Себе За счет Этой Канистры Делает Дороже Поэтому Вот Такой Вот Ответ Не Бойтесь Цены На Бензин Выбирайте Штат Тот Который Вам Нравится На Бензин Вы По Ваши вопросы В комментариях Или В личку Как вам Удобнее Я буду рад На них Ответить Вы были На канале Наша жизнь Америки Не лайф Исмай лайф Всем Хорошего настроения И не прощаюсь Мы с вами В интернете И всегда Можем Увидеться И услышаться До встречи Бай-бай Пока